Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Сегодня я вас приглашаю в выпуск, который будет посвящен эмеретинской низменности, олимпийскому пляжу. Хочу с вами прогуляться по этим пляжам и показать, как устраняют последствия после штормов, и показать, как готовятся тут к сезону. Я не буду затягивать, давайте начинать. Погнали! Итак, мы сейчас с вами находимся на нашем секретном проходе. И сразу отсюда мы с вами попадем на пляж Бархатные сезоны. То есть мы там парканулись. Более подробно, короче, как пройти сюда и что это за место, я ссылочку оставлю в описании под этим видео. Просто нажмете и посмотрите. Вот, там более подробно я рассказывал, как где оставить машину и как сюда пройти. Здесь так насыпали гальки, но что-то как-то не до конца. Ну и ладно, нам это неинтересно. Мы сейчас с вами, вот смотрите, попадаем уже на пляж Бархатные сезоны. Это, кстати, крайний пляж в Меретинке. Здесь уже идет забор с колючкой, там нейтральная какая-то территория, а дальше пляж. Здесь начинается, ребята, набережная. Я постоянно говорю, что этот пляж мы очень сильно любим, потому что здесь открывается шикарный вид на Абхазские горы, которые сейчас затянуты облаками. Так, посмотрите, вот это вот все пришло из моря, видите, даже чей-то холодильник. Очень много досок и очень много, ребята, мусора прибило из моря. Вот видите, какие-то пластиковые штуковины, бутылки из-под водки, вот какие-то штуковины из полет. Вот, а вот она набережная. Здесь вот этот вот участок набережной особенный, потому что здесь нет бетонных ограждений. И здесь можно вот так вот посидеть на лавочках и позалипать на этот прекрасный-прекрасный, друзья, вид. Море сегодня потрясающее, я сегодня видел дельфинов, здесь несколько стай. Этот пляж, я чуть позже вам покажу, где там расположены скульптуры дельфинов, символика дельфинов, потому что на этом пляже, когда здесь отдыхаете, вот в такую нормальную погоду всегда-всегда можно увидеть дельфинов. Я думаю, что многие, кто будет смотреть этот видеоролик, найдутся из этих людей, те, кто никогда не видел дельфинов в море, ну то есть в природе. И вот так вот вдоль всего берега набросаны такие доски, деревья. Это все, ребята, напомню, прибило волной, выкинул на берег, потому что у нас были сильные шторма. А что творилось в шторм, посмотрите тоже выпуск, вот так он выглядит. В описании будет ссылочка. Гляньте, огромные просто пыни. Ой-ой-ой, я чуть не упал. До этой части просто еще не дошли, видите, бутылки, пластики. Но вот уже постепенно начинают здесь складывать. Видите, аккуратно сложили. Дальше я вам покажу, как их аккуратно складывают. И, возможно, их просто будут в какое-нибудь вечернее время сжигать. Либо призаедет сюда какой-нибудь самосвал и все это дело вывезут. Вот такая набережная. Людей не сильно сегодня много, потому что непогода. Утром еще моросил дождь, а вот ближе к обеду у нас распогодилось. Приятно уже было гулять. Ветра не было. Сейчас такой небольшой, незначительный есть ветерок. Но в целом на улице тепло. Вот, видите, друзья, смотрите, вот так это собирают все в кучки небольшие. Вот кучка. Вот еще кучка. И такие кучки продолжаются вдоль всего пляжа. Напомню, это пляж Бархатные сезоны. Как-то я здесь ходил, показывал, что устанавливают в землю. Здесь выкопали много всего. И устанавливают в землю бетонные такие блоки. Вот для чего это делается. Но здесь, видимо, это не навес на него. Здесь, походу, откроют какую-то палатку, видимо, как я так понимаю. Типа а-ля шинные, шинобетонные сваи, назовем их так. Вот такая вот конструкция. Завезли уже лавочки, которые будут расставлять. Вот такие, друзья, кучи, видите. Здесь уже берег очищенный. И вот эти кучи деревяшек. Ну и самое кайфовое, посмотрите. Завезли катамараны. Скоро, значит, совсем скоро можно будет брать катамаран в аренду и отправляться в морюшко. Вот так они выглядят. Нормальные, не убитые, не ушатанные. Давайте вот так вот издалека вам еще покажу. Сколько их здесь штук? Раз, два, три, четыре, пять, семь. Пока, ребята, семь катамаранов. Вот тут вот кафе готовится плотничком к открытию. Уже фасады выкрасили. Молодцы. Давайте с вами подойдем сейчас к морю. Покажу вам, какой сегодня цвет у воды. Грязная, не грязная. Посмотрим. Так, вот такая вот куча. Ну вот, чтобы вы понимали, да. Давайте я вот так покажу. Куча в пол моего роста. Представляете? И таких куч по всей береговой линии. Видите? Что-то еще продолжает прикатываться с моря. Видите? Вот, вот. Ну, по мелочи уже. Самое основное, конечно, уже выброшено. Цвет моря мутноватенький, конечно, но я думаю, что скоро мы будем купаться. Я очень жду, очень жду этого момента, когда же мы начнем купаться. И каждый выпуск мы будем открывать какое-то местечко, открывать какой-то новый пляж и купаться. Уже очень уже хочется купаться. У меня мои дети говорят, Артем, папа, мы приехали жить на море. Для чего? Чтобы там не купаться. Ну, то есть, они не понимают, почему мы живем на море, каждый день сюда ходим и не купаемся. В общем, вот так вот. Хотя на днях они заходили в море, одевались купальные трусли и заходили вот так по пояс буквально. Дальше не пошли, потому что вода холодная. Вот, посмотрите, еще одна куча. Вот такие огромнейшие коряги. Их тут огромное количество. Да, тут, наверное, если у кого свой дом, можно просто приехать в печку, все это дело. Но это не точно. Вот, смотрите, я вам говорил про вот открытую площадь, да, вот. То есть, вот тут открыто все, а тут уже начинаются бетонные вот эти блоки от волн. И они, получается, совсем какие-то, ну, странные. То есть, на набережной стоят лавочки, и человек садится на этой лавочке и тупо смотрит в этот бетон. Я, конечно, понимаю, что это мера безопасности, предосторожность, как правильно, да, выразиться. Но, не знаю, жесть, конечно. Вот, еще куча. Тут уже поменьше кучи, видимо, уже вывезли. А вот, кстати, яма, про которую я вам тоже говорил. Вот, и тут бетон, и здесь вот, раз, и два. Здесь сделаю такие балки металлические поставят. Я сейчас вам их тоже покажу. Здесь уже на тот пляж их завезли. И будет устанавливаться, как на Рэдисоне. На Рэдисоне вообще идет полным ходом работа. Наверное, через несколько дней мы туда дойдем, доедем. Пройдемся там, посмотрим, как там, в той части Меритинки, работа, как там ждут гостей, туристов. Как там готовятся к пляжному сезону. Вот как раз скульптура дельфинов, да, я вам говорил. И всегда, находясь даже вот тут вот, прямо на этом месте, можно посмотреть вдаль и всегда увидеть дельфинов. И они тут подходят достаточно близко. Поэтому, вот, ребят, как из лайфхаков, если кто-то из вас не видел дельфинов, обязательно на этот пляж приезжайте, всегда увидите. Здесь многие берут прям доски, сапы, плавают туда и прямо вместе с дельфинами. Но надо только быть осторожным, они все-таки дикие. Собаки кайфуют, им вообще тепленько. Так. Вот, видите, здесь тоже такие деревья. Их как-то положили, как будто бы, как будто бы перегородки какие-то, ну не знаю. Обильнее стали купаться вот эти электро, каких правильно называют даже, не помню, электросерфинг типа, ну с большим винтом, который вниз уходит, да. Вот они, ребята, купаются, они три человека тут. А вот, вплотную идут работы. Вот, выгружают. Вот эти, значит, металлические получаются эти каркасы, да. Если их правильно можно назвать. Вот. На манипуляторе, видите, выгружают. И здесь вот уже будет установлено вот-вот. Вот они вот так выглядят в эти ямы. И дальше все закопается, конечно, и будут из земли торчать только эти балки. И сверху уже непосредственно теневая зона. А это пляж Бридж. Вот так, друзья, у нас уже готовится к сезону. И я слышал, что сезон будет уже не 1 июня откроется, а уже 1 мая здесь будут всех ждать. Это неподтвержденная пока информация. Это просто слухи из разных-разных источников. Так. Вот, видите, по всей береговой линии выкопаны, в общем, вот эти вот ямы. У ребят работает генератор. Видимо, электричество они сюда не протягивали. Вот, видите. То есть они в этих бетонах продалбливают еще дополнительные дырки. Вручивают туда такие болты огромные. И на них уже непосредственно пускают. Ну, вот как под Бридж эмблема, да. И здесь, получается, вся вот эта береговая линия будет сделаны теневые навесы. Ну, по кайфу. Вот так вот, друзья, это выглядит. Вот. Отцепили, получается, кусочек набережной. И выгружают. Так, велодорожка, самокаты. Надо быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы не попасть под самокат. Кстати, кому интересна тема электросамокатов, зайдите. Я отснял классный выпуск. Показал, как здесь это работает, как тут в парковке. Зайдите, короче, ссылочка будет в описании под этим видео. А я с вами прощаюсь. Вот такой у нас выпуск получился. Жмякните лайк. Пишите комментарии, кто приедет в Сочи отдыхать в этом сезоне. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пишите комментарии.